Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Партнер программы новости – медицинский центр «Анапа-Океан». В эфире новости «Анапа-Регионный». Я Татьяна Григорьева. Здравствуйте! Итак, смотрите сегодня в выпуске. 6 килограммов футбольного золота. На Кубань прибыл Кубок Чемпионата Мира FIFA 2018. «Анапа» готовится принимать команды. Вспомнить все или по стопам своих детей. Родителям анапских старшеклассников предлагают снова сесть за парты. Казачий бум. Юная смена опоры и поддержки государства усиливает свои позиции и выходит на новый уровень. На Кубань прибыл Кубок Чемпионата Мира по футболу. Трофеи из золота весом 6 килограмм накануне доставили в Краснодар. Три, два, один. Это событие уже назвали историческим. Главная футбольная награда торжественно выставлена в специальном шатре на площади перед стадионом футбольного клуба «Краснодар». На церемонии присутствовали представители Международной федерации футбола, оргкомитета «Россия-2018», администрации края, ветераны кубанского футбола, юные игроки местных клубов. Кубок Чемпионата Мира по футболу 2018 пробудет на Кубани до 26 ноября. Жители нашего Краснодарского края не только увидят вот этот кубок или видели этот кубок на экранах телевизоров или на страницах журналов или газетах, но все желающие смогут подойти к нему, сфотографироваться. И это останется на всю память в истории не только этого болельщика, не только ребенка или взрослого человека, но и его семьи. Я уверен, что Краснодарский край проведет игры Чемпионата Мира, те, которые будут проходить на стадионе фиш, на высочайшем уровне. И мы достойно организуем встречу команд, которые будут проживать на территории Краснодарского края в базах размещения команд. А у нас таких 8 баз размещения команд. Две в Анапе, две в Геленджике, две в Краснодаре и две в Сочи. С праздником всех! Уже 1 декабря состоится финальная жеребьевка и станет известно, команды каких стран будут тренироваться на российских стадионах, в том числе и в Анапе. Напомним, две тренировочные базы строятся в селе Витязево и станица Анапская. Это будут современные поля, соответствующие мировым стандартам FIFA. После Мундиаля они будут переданы муниципалитету и анапские футболисты получат в свое распоряжение тренировочную базу самого высокого уровня. В Анапе продолжается осенняя призывная кампания. В этот раз на курорте сформировали свою призывную комиссию. Теперь будущим защитникам Родины не нужно ездить в Темрюк, чтобы пройти медицинский осмотр и оформить иные документы. Такая ситуация возникла после реорганизации, которую провело оборонное ведомство. При участии главы города-курорта Юрия Полякова удалось найти компромиссный вариант, который устроил всех. В этой комнате сегодня заседает призывная комиссия города-курорта. Здесь рассматривают личные дела и выносят окончательный вердикт. В коридоре привычная картина. Молодые люди с личными делами. Александру Головченко 21 год. Он закончил индустриальный техникум по специальности прикладная информатика. Хобби, айкидо и джиу-джитсу. Занимался спортом, легкая атлетика, потихоньку боевые искусства, бег. Нет, конечно же, не считаю. Потери времени это интересует. Мне нравится военная тематика, подготовка собственного организма, то есть здоровье, все. И защита Родины так же получается. Сегодняшний визит занял у него около трех часов. Нужно было пройти всех врачей, а также профориентационный тест. После того, как она полишилась собственного военкомата, на поездку уходил целый день, половину из которого занимает дорога, а ездить призывнику необходимо не один раз. Вопрос подняли на встречах главы и общественников. Юрий Поляков взял тему на контроль. Помещения нашлись в самом центре города. То, что было, допустим, полгода мы ездили туда, в Тимрюк, это было, конечно, ужасно. Почему? Потому что, во-первых, ребятам в пять утра нужно было вставать, автобус первый идет. А не к восьми часам только началась призывная комиссия. Накануне как раз Дня матери, через неделю будет День матери. Огромное спасибо администрации нашего города, нашему мэру, заместителю Козлову Сергею Алексеевичу, за то, что это помещение появилось. Вы знаете, когда вот это помещение дали, и ребята стали приходить, очень много приходило матерей, и благодарили, что не нужно ездить в Тимрюк. В этом году предстоит призвать более 300 молодых людей, больше, чем в прошлом году, на треть. План призыва формируется ежегодно, с учетом возможностей территорий. В этом году больше, чем половине новобранцев присвоена категория А. Они признаны годными к службе, в том числе в десантных войсках и военно-морском флоте. От тех, кто сейчас служит, командиры отзываются положительно. Сейчас такой тенденции, что уклонение, ну фактически вот я не вижу. Многие ребята хотят идти в армию, многие приходят в военкомат, и такие приходят, и которые уклонялись раньше, и все хотят служить. Потому что что, служат один год, суббота, воскресенье, выходной, дневной сон, подъем 7 часов, зарядка это не обязательно. Значит, и с родителями встречи, пожалуйста, и будешь нормально служить, и в отпуск отпусти. То есть привилегий очень много. И сотовыми телефонами можно пользоваться. И так далее, и так далее. Меню тоже выбирают. Кроме того, у солдат есть возможность за первые три месяца выучиться на водителя грузовика, заплатив около 15 тысяч рублей, в два раза меньше, чем на гражданке. Особенность этого года – те, у кого есть среднеспециальные или высшие образования, могут сразу заключать контракт и получать зарплату, уже как военный специалист. Народная дружина на страже общественного порядка. Совместно с сотрудниками полиции и казаками анапские активисты ежедневно патрулируют улицы города. Под особой охраной находится транспортный узел, аэропорт, железнодорожный вокзал, а также морской порт принимают многочисленных гостей круглогодично. Наряды полиции, усиленные казаками и добровольцами, сегодня ведут максимально эффективную работу по обеспечению правопорядка. Станислав Кондратов работает на железнодорожном вокзале. До вступления в дружину видел службу полиции со стороны. Зимой все относительно спокойно, но в разгар курортного сезона на плечи страж правопорядка ложится колоссальная нагрузка. Когда Станислав узнал о существовании общественного объединения, нераздумывая решил вступить в его ряды. Это в первую очередь помощь полиции, это безопасность, порядок. И поэтому не остаюсь со стороны, когда происходит правонарушение. Чем больше будет таких людей, тем будет больше порядка в нашей стране. Перед началом работы полицейским и дружинникам раздается ориентировка. Патрулирование территорий проводится ежедневно. Особое внимание местам массового скопления людей. К проверке документов жители и гости курорта относятся с пониманием. Ведь так можно пресечь преступления на корню. В общественных местах, где постоянно скопление народа, это должно происходить с нынешними событиями в стране и в мире, в связи с терактами. Полиция должна держать себя востром, можно сказать. Кроме помощи в охране общественного порядка, народные дружинники оказывают содействие и в поиске людей. Проводят профилактические беседы с населением. Полицейские признаются – помощь существенная. Мне оказывает огромная помощь в охране правопорядка. Вы знаете, что сложная ситуация сейчас и в стране, и в мире в плане террористической угрозы. Поэтому они информируют вовремя, проводят какие-то, бывают, беседы. Потому что при виде сотрудников полиции, как бы народ немного, ну, как бы, не побаиваться, как бы сказать, но видят представителей закона. А рядом с ними, когда идут уже гражданские люди, которые с активной жизненной позицией, как бы уже немного они идут на контакт. Даже если какие-то правонарушения они совершают, при виде уже сотрудников дружины, как бы они уже немножко смягчаются, и как бы у нас меньше конфликтной ситуации. Сегодня в Анапе на страже порядка вместе с сотрудниками полиции стоят 232 дружинника. Пополнить ряды добровольцев может любой желающий. Для этого достаточно быть старше 18 лет, не иметь судимости и располагать свободным временем. Народная дружина осуществляет поддержку на общественных началах. Однако каждый год при подведении итогов за хорошую работу добровольцев поощряют похвальными грамотами и денежными вознаграждениями. Но, как признаются сами дружинники, для них гораздо ценнее чувствовать себя полезными обществу и родному городу. Буквально месяц назад во всех учебных заведениях Анапы выбирали лидеров школьного самоуправления. И вот президенты школ собрались в городском театре, чтобы ближе познакомиться друг с другом и дать официальный старт работе городского ученического совета. Исполняющая обязанности заместителя главы города Екатерина Боровская поздравила ребят с началом новой совместной работы. Вы являетесь, помимо того, что представителями своих школ, являетесь лицом каждой своего учебного заведения, вы и являетесь таким генератором идей, возможностей и каких-то действительно хороших дел, которые должны происходить на территории нашего города. И вот это, наверное, самое главное. Ребята получили свидетельства от администрации города, которые теперь будут официально подтверждать статус лидера школьного самоуправления в своем учебном заведении. Олеся Чужикова в школьном самоуправлении третий год знает все тонкости этой работы на реальной практике. Именно она и была выбрана председателем городского ученического совета. Моя работа заключается все-таки в том, что ты на себе несешь огромную ответственность. Ответственность за себя, за свое общеобразовательное учреждение и за тех людей, которые с тобой работают. Если подходить к нашему делу без ответственности, ничего не получится, к сожалению. Очень важно уметь организовать людей, уметь вдохновить их тем, что делаешь ты. Если на тебя смотрят, за тобой идут и люди готовы тебя поддерживать, это, наверное, самое лучшее чувство, которое в нашей работе можно испытывать. Впрочем, и президенты, которые были выбраны впервые, уже имеют не только понимание, как правильно организовать работу, но и что именно необходимо сделать в своем учебном заведении. Предстоит очень большая работа, но одно из самых главных – это продвигать волонтерскую деятельность, конечно же, и культурно-массовые мероприятия непосредственно в моем учреждении и, возможно, как-то взаимодействовать с городом. Впереди у лидеров школьных самоуправлений много работы, в том числе связанной и с событиями мирового масштаба, которые пройдут в Краснодарском крае в 2018 году. Это и FIFA, чемпионат мира и многие-многие-многие другие. И ученический совет будет так или иначе, но станет эта частичка, которая несет свой вклад в такие большие мероприятия. Ну и, конечно же, организация каких-то новых своих мероприятий в городе. В завершении участники заседания поделились друг с другом планами и проектами на будущее. Следующая встреча активистов состоится уже в декабре. Испытать на себе. Родителям анапских 11-классников предлагают вновь сесть за партой и написать итоговое сочинение, которое их детям предстоит сдать как допуск ЕГЭ. 24 и 25 ноября во всех школах ждут взрослых на 4-часовой экзамен. Как стать участником акции, мы узнали в Управлении образования администрации города. Второй год подряд анапские родители могут испытать на себе, что такое единые государственные экзамены. Допуском к ЕГЭ является сочинение. Вот его-то и предлагают написать взрослым. В этом году Министерством образования определено два дня. 24 и 25 ноября. Причем эти дни образовательные учреждения могут выбирать самостоятельно. Это сделано для удобства наших родителей. До 22 числа наши школы определятся. Оба дня они будут приглашать родителей писать сочинение. Или один день. Но есть у нас базовая шестая школа, где оба дня мы ждем родителей, всех желающих принять участие в этой акции. У нас активные очень родители. В прошлом году в написании сочинения приняли участие 60 человек. Причем это были и родители наших выпускников, и представители общественных организаций, даже депутаты. В этом году мы также приглашаем всех желающих принять участие. Надеюсь, что их будет больше. Потому что и выпускников у нас в этом году больше. А в настоящий момент у нас 802 выпускника. Регистрация участников 24 и 25 ноября начнется в 9.30. Экзамен в 10.00. Темы сочинения, над которыми предложат поразмышлять родителям, станут известны лишь в день написания. Точно такой же экзамен 6 декабря предстоит сдать и выпускникам. Основной этап для написания сочинения, как допуска к итогу аттестации, определен 6 декабря. Но вообще дается выпускнику три попытки. Если получает незачет, а сочинение расценивается как зачет или незачет, то повторно можно будет сдать этот экзамен 7 февраля, а потом 16 мая. По просьбе жителей нового района села Супсек перенесли конечную остановку автобуса. До этого, чтобы сесть на маршрутку, приходилось преодолевать пешком от нескольких сот метров до километра. Возможность появилась после того, как на улице Серебряная, где проходит новый участок маршрута, уложили новый асфальт. Теперь 125-й автобус в Супсехе с желоба сворачивает сюда, в сторону Анапы до улицы Терешковой. Когда-то здесь были дачи, сегодня уже полноценный сельский район. Продолжить маршрут попросили местные жители. В общей сложности получилось около полутора километров. По пути сделают еще три или четыре остановки. Будут работать, накатают маршрут. То есть, если будут не срывать расписание, будут четко выходить на линию, соответственно, пассажиры будут к ним переходить. В настоящее время, как и была конкурентная борьба между двумя предприятиями, это 135-й и 125-й маршрут, так она и осталась просто, что жители данного района, которые ездили на 135-м, они частично уйдут на 125-й, что в свою очередь позволит равномерно распределить пассажиропотоки по транспортным средствам, чтобы не было давки в часы пи. Несколько дней подряд специалисты городского отдела по транспорту дежурят на Старой Конечной, изучают загруженность. 135-й автобус делает петлю по селу, собирая пассажиров, поэтому на крайней точке маршрута салон уже достаточно заполнен. 125-й приезжает с пятью-шестью пассажирами, но здесь его уже ждут. Любовь Соколова ездит на работу в санаторий «Делуч». Работой транспорта в целом довольна. Бывает, что 125-й теряется. И утром теряется, бывает, и вечером теряется вообще после шести. Остается только 135-й на маршрутах. Перевозчики поясняют, что сбой возможен в связи с перестройкой расписания. Затем, чтобы водители ездили по времени, в компаниях следят. В администрации, в свою очередь, держат на контроле работу транспортных компаний. Следующий этап – постепенный переход на низкопольные автобусы. Перевозчик, который обслуживает 125-й, 126-й и 109-й маршруты, в этом году приобрел шесть таких машин. Развитие маршрутной сети планируют продолжить, связав к лету район улицы Промышленной с Пионерским проспектом. В Кубанском казачьем войске накоплен огромный опыт работы по воспитанию молодежи. В казачьих классах края учатся порядка 63 тысяч ребят. Действует 25 школ со статусом казачья и шесть казачьих кадетских корпусов. Решение о создании Союза казачьей молодежи Кубани было принято на отчетном съезде в декабре 2016 года. Вениамин Кондратьев поручил сформировать новую организацию. Союз стал единственным в стране. К новому движению примкнули и анапские казачата. В школе номер 12 «Станица Анапская» сегодня состоялось первое заседание одного из подразделений Союза казачьей молодежи Кубани. Еще в октябре в школе был избран атаман, а сегодня выборы председателя, который станет правой рукой командира. Хоть возраст ребят и не превышает 14 лет, здесь все по-взрослому. На заседании присутствует представитель Анапского районного казачьего общества. Старшие наставники помогают в решении организационных вопросов. Это необходимо для того, чтобы молодежь отвлечь от улицы, отвлечь от наркотиков, отвлечь от безделия, привлечь им любовь к Кубани, патриотическое воспитание, семейные, нравственные устои семьи казачьей. Губернатор делает упор именно на казачество, потому что он видит силу в казачестве. И за 25 лет развития казачества в Краснодарском крае казачество себя показало с хорошей стороны именно по воспитанию молодежи. На должность заместителя школьного атамана претендовало три кандидата. Каждому выпала возможность рассказать о себе и о своей программе по развитию школьного казачества. В итоге на открытом голосовании и большинством голосов председателем выбран Андрей Гаденчук. Я был уверен во многом, что меня выберут, потому что заранее уже были известны мнения людей. Так как мы прошли по классам и выбрали мероприятие лучшее, я выступил с ними и рассказал про них. Свою деятельность я вижу в продвижении военно-патриотического направления, также духовного направления, но мне для этого будут нужны помощники. В жизнь родной школы и развитие казачества в целом может принять участие каждый. На заседаниях юные казачата выступают со своими предложениями. Участие в общественной жизни – приоритетное направление. Я бы хотела ввести игры в начальные классы, чтобы во избежание веры на переменах их можно как заигрывать. Также я предлагаю рассказывать детям младших классов интересные казачьи сказки, булины и легенды для того, чтобы они имели представление о казачестве. Все идеи и предложения будут рассматриваться на Совете по казачеству, в который входят атаман районного казачьего общества, его заместители и другие казаки. Все предложения, которые будут выдвинуты Союзом казачьей молодежи, детьми, они будут иметь продолжение в этом совете, будут рассматриваться и наиболее нужные дельные предложения будут реализовываться. И естественно будут приглашаться дети и они будут видеть, что их работа нужна, что она выполняется. К работе в Союзе казачьей молодежи в Анапском районе будет привлечено порядка двух тысяч юных казачат. Уже в конце ноября состоится общее заседание Совета Анапского районного казачьего общества, на котором будут выработаны новые предложения о дальнейшем сотрудничестве школьников и казаков. И в завершении выпуска информация о наших партнерах. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Деловой партнер программы новости – медицинский центр «АНАП «Океан»» предлагает качественную комплексную медицинскую помощь, начиная от первичной консультации и диагностики, амбулаторно-поликлинического и стационарного лечения, включая реабилитацию. Доверяйте свое здоровье профессионалам. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. А я с вами прощаюсь. До новых встреч. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Первая очередь уже сдана в эксплуатацию. Звоните 48300. Социальные дни в медицинском центре «Анапа-Океан». Первичный прием специалиста абсолютно бесплатно. И скидки до 20% на весь спектр услуг. «Анапа-Океан». Ваше здоровье в надежных руках. Подробности по телефону 42419. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова